И слава себе, слава! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие отцы, братья и сестры, и вообще на воскресенье мы собрались, чтобы совместной молитвой предварить начало Великого Хвоста. В 103-м псалме, который звучит часто за богослужениями, мы слышим такие слова. Тама гадий и жене счисла, животное малое с великими главы. Измейся ей, и Божий создал, если ругайтесь ему. Святые отцы, рассуждая над этим отрывком из псалма, прилагали их к своему сердцу и со скорби отмечали, что таково сердце человеческое. В нем гнездятся недобрые мысли, чувства, порождение, искушение врага рода человеческого. Затем уже из сердца происходят дела, поступки, произносятся слова. Духовники и священники, которые часто исповедуют мирян, внимательно вникая в их состояние души, часто отмечают, что люди порой очень много носят в своем сердце, в своей душе плохого, надуманного, не искреннего, не настоящего, основанное на подозрениях, домыслах, предположениях. И часто так бывает, на исповеди это обнаруживается. Или спустя некоторое время открывается, и люди видят свои ошибки, заблуждения, часто радуются тому, что никто этого не видел, не знал, а это было только внутри его души. Но сколь часто внутреннее состояние не дает спокойно человеку жить, потому что исполнено недоброжелательностью, каким-то напряжением по отношению к ближним людям, рядом с которыми живем, общаемся, делаем общие дела. И вот сегодняшний вечер, точнее сегодняшний день, призывает нас, Мать Церковь, к тому, чтобы мы простили всем людям те согрешения, обиды, неправды, которые мы видим, и которые действительно были, а также и те, которые часто надуманы и часто предполагаемы. Это необходимо сделать для того, чтобы правильно вступить на поприще Великого Поста. В то время, которое именуется столь благоприятным, именуется временем весны для души. Весна, когда все должно расцветать и украшаться. простивши других, мы сможем многое сделать для самих себя. Нам очень недостает настоящее время трезвения, внимания к тому, что происходит в нашей душе. Бывает ли состояние нашей души угодно Богу? Бывают ли наши поступки и слова таковыми? Ныне время собраться внутрь в свое сердце, заглянуть туда. святые отцы говорят нам о том, что тот, кто внутри, тот на истинном пути. И это касается не только монашествующих, но каждого христианина. Поняв то, что происходит внутри, в своей душе, мы сможем понимать и других людей, почему они проявляют порой слабость, человеческую немощь, почему не могут преодолеть тот или иной грех. И состояние души каждого из нас складывается многое. Как в семье ее состояние зависит от состояния души всех ее членов, так и в обществе и состояние многих семей и одиноких людей складывается в целом состояние общества страны. Из этого дальше складывается состояние мира и этим определяется течение многих процессов. Но ныне время, когда нам постараться нужно исправить свою жизнь христианскую. Постараться используя благоприятные обстоятельства и поста, и особых молитв великопостных, и время говения, и участия в Таинствах Христовых для того, чтобы извлечь максимальную пользу для себя, для своей души, а вместе с тем и внести свой вклад в доброе, богоугодное жизнь наших семей, общества, целом, страны и мира. Мы несовершенны, мы имеем грехи, но в это время можно все значительно улучшить, сделать задел на будущее добрый, значимый. Если мы сделаем то, что зависит от нас, то, что нам по силам, Господь, выйдя навстречу, сделает свое гораздо больше, значимое и будет большое изменение в наших душах, в окружающем мире. Дорогие отцы, братья и сестры, не по обычаю, осознавая в этом необходимость в этот святой вечер у всех вас, а в лице вашим у всех православных христиан Белорусской Акзархата и спрашиваю прощения. Простите меня, велико согреших, против вас словом, делом, помышлением, всеми моими чувствами, ведомыми или неведомыми. Бог, благослови с христианами, с христианами, прости нас прежде, помоги благодатью Своей Бог да простит и помилует всех нас. Время с Христианом и с